Всем привет! Что-то давно я не выставляла рубрику новостей из Китая, но сейчас как никогда находясь в Шанхае и находясь под жестким локдауном, я столкнулась с большим количеством новостей, которыми хочется поделиться с нами. Я выбираю самые интересные и в какой-то степени странные новости, поэтому сразу скажу, что тут такое не каждый день случается. Итак, в сегодняшнем выпуске я расскажу про то, как в Шанхае едва не похоронили заживо пациента с короной, как мужчина закрылся в своей машине на время локдауна и закончу все более веселыми событиями, которым тоже имеет место быть в моем видео. Ужасающая история произошла совсем недавно в Шанхае и шокировала просто всех. Сотрудникам крематория, приехавшим за мертвым пациентом в Центр Соцобеспечения Синь Чанчжэн, удалось выяснить, что в мешке находился все еще живой пациент. На видео, которое сразу стало вирусным в китайском интернет-пространстве 1 мая, видно, как мужчины в защитной одежде расстегивают сумку на глазах у сотрудника Центра и уверяют, что человек еще жив и дышит. Затем сотрудник проверяет наличие признаков жизни и хочет снова запечатать пакет, несмотря на протесты рядом стоящих и опасающихся, что пациент задохнется. После этого сотрудник возвращается в Центр, чтобы посовещаться о том, как быть дальше, а после пожилого пациента везут обратно в учреждение. На данный момент жизненные показатели пожилого, которого чуть ли не похоронили заживо, уже стабилизировались. Буквально сразу после этого местное районное правительство подтвердило ситуацию и началось расследование. А уже через несколько часов четырем чиновникам, директору дома престарелых Син Чанчжэн и врачу были предъявлены наказания в виде выговора или увольнения. Районное правительство также наложило штраф на Центр ухода за пожилыми людьми и приказало разместить там рабочую группу для контроля за его управлением. Следующая и не менее шокирующая новость про то, как китаец запер себя в машине на карантин. Житель Пекина еще утром узнал, что местные управляющие получили положительный результат теста, поэтому он решил сесть в свою машину и пробыл там, не двигаясь с места, до 10 часов вечера. Несмотря на то, что сам он недавно не проходил тест на вирус. По его словам, он знал, что его шансы заразиться были очень высоки, поэтому он старался избегать контактов с кем-либо, чтобы избежать каких-либо проблем. Также он дополнил, что сразу после того, как он узнал об этом, он остался в своей машине, даже не открыв окно, ведь это то, что, цитирую, я должен был сделать для всеобщего здоровья. На фото видно, что машина мужчины была заклеена снаружи скотчем и надписью про ковид, но в своих комментариях он не упомянул об этом. Наконец, около пяти вечера он заказал KFC, но все еще не покидал машину, чтобы забрать заказ. Как сказал сам мужчина, это была бесконтактная доставка, и курьер просто поставил еду на обочину, а он мог забрать ее после того, как тот курьер уже ушел. Эта история поделилась агентством новостей, поддерживаемым правительством, явно стремясь сплотить общественность в поддержку крайних мер, принятых по всей стране. Ну и закончу я все на веселой нотке, как пара иностранцев провела онлайн-свадьбу в закрытом Шанхае. Итак, пара в Шанхае, преодолев в какой-то степени локдаун и всю эту бюрократию, связала себя узами брака, отпраздновав свою свадьбу на автостоянке своего жилого комплекса после церемонии, проведенной через Zoom из США. Со свадебным хором из колонки, небольшим количеством социально дистанцированных друзей и, конечно же, в красивом белом платье в комплекте с хирургической маской, невеста шла по вот этому проходу возле своего подъезда, а за ней следовал человек в защитном костюме, который дезинфицировал землю вокруг нее. Как сказал 35-летний жених, что сначала у него были сомнения по поводу свадьбы в условиях карантина, но не расселись, когда он увидел свою невесту в облегающем свадебном платье, подчеркивающем ее животик. Все это было немного сюрреалистично, сказал австралиец, сияя, когда соседи разбрасывали рис на удачу и аплодировали. После месяца проведенного дома пара провела свою свадьбу онлайн с участием американского ЗАГСа с друзьями и семьей в качестве свидетелей, прежде чем они направились на автостоянку своего комплекса для небольшого празднования. Ну а на этом сегодня все. Дайте знать в комментариях, если вам интересна такая рубрика коротких новостей из Китая. И не забудьте поставить лайк этому видео и подписаться, чтобы поддержать все мои старания. Спасибо за просмотр и увидимся в следующих видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok